В провинции Китайской Народной Республики Ляонин завершилась бизнес-миссия Приморского края. В выставочных мероприятиях, деловых встречах и переговорах приняли участие 18 предпринимателей региона и около 150 компаний КНР. Работа была направлена на продвижение продукции приморских производителей на внешних рынках и укрепление торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей. Делегацию региона возглавила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморья Вера Щербина. Были встречи бизнес-сообщества и были гуманитарные у нас связи. И мы решали ряд других задач, встречались с органами исполнительной власти, были в Шиньяне и в Даляне работаем здесь. Хочу сказать, что действительно очень много наметилось таких вопросов, которые требуют дальнейшей проработки. Сейчас мы договорились о том, что в Даляне создана рабочая группа, она создана именно в администрации. Которая будет сопровождать наши проекты. Ну и мы также будем сопровождать проекты совместные, которые будут реализовываться бизнес-сообществами. Будем мы их сопровождать здесь у нас на территории Приморского края. Интересно, что в бизнес-миссии Приморья приняли участие представители многих ведущих компаний края. В частности, можно было увидеть крупного производителя питьевой воды. На китайском рынке мы с 2006 года. И китайский интерес различается в зависимости от удаленности от российских границ. Если в провинции Хэлунцзян больше интерес представляет наша газированная вода, славдокурортная, то здесь, в провинции Ляонин, наибольший интерес вызвала наша детская монастырская, которая пригодна для детей с первых дней жизни. И мы считаем, что у нас есть перспективы выхода именно на рынок провинции Ляонин с детской водой. Она вызвала такой живой интерес на этом мероприятии. Мы продолжим в этом плане сотрудничество, продолжим общение с нашими китайскими партнерами. Приморские компании отметили высокий интерес к своей продукции со стороны китайских коллег. Никто не остался без внимания потенциальных партнеров. Приехали 18 предпринимателей, и мы видим огромный интерес. Действительно, приходило очень много китайских гостей. Больше 100 компаний вчера посетило переговоры. В ходе переговоров наши предприниматели заключили 37 соглашений о намерениях сотрудничать в дальнейшем. И для нас это свидетельство того, что наша продукция очень востребована китайскими покупателями. В основном, конечно же, интерес вызывает продукты питания, потому что в Китае все знают, что продукты из России, они экологически чистые, и поэтому достаточно популярны у населения. Как отметила по итогам бизнес-миссии, первый вице-губернатор региона в Китае приморских предпринимателей очень ждали. Вдали они востребованы товары из России, в частности продукты питания. Жители города охотно покупают морепродукты и мед из Приморья, проявляют активный интерес к молочным, кондитерским продуктам и многим другим товарам. Олег Завиелов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.